здравствуйте друзья у нас гость но их много гостей мы на самом деле этого гости видели то ли 1 то ли 2 апреля прошлого года значит у нас были в гостях алексей еще есть алексей младший жена александра еще бабушка была но вот пока что они сейчас без бабушки у нас и ребята уже в сакраменто живут годик с лишним до в ноябре был до месяца в ноябре был год сейчас у нас 11 февраля напомнить как вы приезжих приехали с каким путешествовали по меру решили попасть решая задержаться а вот он вдруг пришлось держаться хорошо значит у вас есть разрешение на работу до летом получили разрешение работаем трудимся расскажите знаете что вот такая мысль у меня в голове как люди уже немножко обосновавшиеся в сша все-таки вы работаете как тоже живете живете в сакраменто работаете электриком на строительстве или на ремонте по сути меняем освещение в больших зданиях или торговые центры основном торговые всякие хорошо вот дает зарабатывать нормально на такой работе хорошо ну кто как ну хорошо вот допустим можно такой работе зарабатывать я не знаю там 10 тысяч можно то есть совершенно обязательно быть программистом лучше быть программистом почему здоровье оно не вечное очень надо постараться что заработать более 10000 месяцев потом еще налоги кидзо давайте до залога значит если ну просто нормально работать вот не не нормально 56 легкую не напрягались и это если ты живешь сакраменто где на самом деле стоимость жизни в общем-то намного ниже чем кремниевой долине за можно 5 6 не напрягаясь если хорошо на прессе больше десятки можно а что вот вы делали до того как приехали что бы сейчас вы стали электриком я и была часть электриком я был в общестроительных работах во всех плюс инженерии я строил дома от фундамента и до отделки плюс я инженерии там было сделано но не исключительно электрика все вместе да то есть хорошо такой а у вас нет например мысли о том чтобы стать например получить контракторскую лицензию и есть брать подряды и там людей на одно из направлений я еще пока не понял что меня жизни надо то ли пойти тем самым тестером работать и скажем так освободить свое здоровье таких тяжких работ как строительство в чем тяжкость тяжкость физическая нагрузка ну как чтобы трансформатор носить бывает такое что работаешь 12 часов и не присядешь до сих пор заработать денег если не хочешь заработать и никто можно через каждый час присаживаться отдыхать и лишь меньше заработаешь на и здоровье хранишь то есть действительно физическая нагрузка присутствует ну для всех по-разному у меня да у меня сильно ну хорошо значит теперь супруга работает или с алексеем младшим дома язык учат с алексеем младшим а вы язык знали или как нет я до сих пор волос трудом воспринимаю а что вас русская бригада какая-то ну по сути русская компания есть там некоторые американоговорящие а вот такой вопрос когда вы с вами подгуляли обсуждали вопросы недвижимости вы сказали что сейчас какой-то усиленный приток людей в сакрамену то есть как бы видно что многие очень много появляется очень много именно новичков потому что новички сразу вылазят на все форумы начинают искать работу начинают искать жилье какое-то и сразу это все видно а новички какой источник новичков откуда они берутся в россии мне кажется меньше всего обычно украина казахстан встречался но вот я не имел ввиду на самом деле географию а я имел ввиду вот как они в страну попадают и почему они оказываются именно в сакраме некоторые часть нет я встречал основном политиков это в основном некоторые некоторые были по грин карте я понял они приезжают по политике хотят получить политику хотят получить ее в сан-францискому офисе скорее всего да так как ближайшие русскоязычные вере в сакраменто поэтому они селятся где подешевле в сакраменто в общем то да я понял ну ну хорошо ну то есть там есть какая-то русская жизнь да даже много магазинов много русских достаточно очень-очень хорошо с точки зрения сакраменто как место где человек начинает свою жизнь в америке неважно крин карты лотерейчик или по политике или может там еще как хорошее место смотрят для кого если человек хочет работать хочет трудиться наверно никакой места плохим не будет но сакраменто это очень хороший место для тех кто в состоянии двигаться вперед если человек хочет в ком-то в элфере там сидите не знаю что то еще там как-то бедно жить но наверное все таки дешевле где-то это еще чем церковных наверное но с компанией очень много именно с церкви людей тоже за волосы я не раз слышал что вот там здорово пустить на в элфере здорово там еще что-то получить там футстемпы какие-то еще что-то особо я не вникал в это во всем я думаю что существенный компонент в этом состоит в том что у них вот обычно детей много и когда у тебя 6 7 детей там уже не поднимешься ты не поднимешься работая то есть и ты все равно все равно ты будешь на пособиях ты просто не заработаешь столько чтобы уйти из пособия есть но я очень много встречал директор на вас с одним из двумя детьми это просто как сказать это лишь 9 научили паразит и приезжая тебе говорят ой ну-ка давай я сейчас раздельский склад у этих людей кстати очень очень нормально пойти супермаркетом что-то съесть просто пойти в магазин съесть оставить упаковку в магазине пойти дальше в наше время например такая в нашей волне иммиграции было очень нормально например пойти купить что-то из одежды дорогое поносить там неделю вернуть то что например и потом они могли так скажем несколько месяцев ходить и что-то менять менять и когда другие удивлялись они говорят что вы какие глупые уши не придал да да и то же самое сегодня среди многих этих людей происходит некоторые мне предлагали вот приезжаешь снимаешь квартир квартира без мебели сдается идешь в обморок покупаешь матрас надувной там 90 дней сдачи его отжил на нем девяносто восемьдесят девять дней пошел сдал купил новый и не надо кровать покупать тоже кровать стоит но мы покупали когда приехали в окею зашли купили кровати матрасы около двух с небольшим тысяч долларов сразу выкинули матрасы дорогие кровати не очень матрасы реально дорогие и вот воспитание такое людей что на самом деле открылась какая-то то что вы надо оппортюнити до которого раньше не было и но я тут я надеюсь что это все болезни роста то есть когда человек начинает понимать что еще другая тоже хотя не все в общем-то приходит до конца живут с такой зато у них дети уже дети у них совершенно нормально вот я видел очень много молодых людей которые нас учатся из сакрамента которых родители вот на этой стороне ручья ребята абсолютно замечательно совершенно абсолютно воспитаны очень и воспитанные и трудолюбивые это меняет людей и очень готовы к переезду там другие места то есть там где оппортюнити туда и поехали то есть абсолютно такие с позиционированные на успех молодцы хорошо и так вот приезжает человек допустим или он думает только он думает вот вот поеду я в америку вот например сакрамента а вы знаете вот я показывал блогера из сакраменто вот у них там какого показывали я илья до слышу вот у них там целая комьюнити такая до слышал они не общался и сталкивался в личный незнаком ну вот как тройки быть если он никого не знает как быть мы познакомились с одной девушкой по интернету а насти зовут и фамилию не помню это до того мы у нас задача была найти где нам жить сначала в первую очередь мы приезжаем где-то жить и мы начали искать на всяких форумах где 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 бы то ни было каких-то людей потом я смотрел я много блогеров того смотрел за два года до отъезда вообще в канаду хотели ехать потом наткнулись на вас и в целом да а так родственники в канаде и думать туда ехать нашли настю это начали общаться приписываться она нам дала список апартаментов где русскоязычный менеджмент и мы как-то с ними пытались связаться ради апартамента это удается там девушка пообещала что будут свободные места когда мы приедем там уже три или четыре семьи русскоязычных в этих апартаментах жили и мы приехав заполнили аппликейшн на всех отослали у нас она с денежку внесла туда мы то ли перевели то ли отдали при приезде сейчас уже не помню как это было дело то есть очень негуманно говорят что в сакраме то там чуть ли не 300 тысяч русскоязыч каждый день можно ходить где-нибудь услышать русскую речь на детских площадках магазинах велодорожках то есть все таки как бы легче входить жизнь на рыбалку до рыбалка там хорошая я один раз ходил до сразу поймал без опыта рыбалки и пришли ловить рыбу там сидели два мужика они были русскоговорящие понял понял там речка хорошая да американ ривер или вы на протоках каких-то нет это озеро был на американ ривер после озера фолсом ниже как пройдет я не помню как он начинает называться да там асситра люди там браконьерствуют в общем да икорку там все лосось там водится да хорошо значит то есть можно на форумах допустим или там соцсетях найти людей можно найти менеджеров апартамент комплексов да после того как настя нам дала этот список я начал гуглить по-моему на говорим про с я видел этот же список русскоязычных он там висит уже много-много лет и мы начали обзванивать некоторые уже поменялись менеджер не было русскоязычных некоторые отказывали в том плане что там очередь была на апартаменты там по полгода вперед на форуме говорим про если есть тема про сакрамента хотя может быть даже не одна многое может быть я там хорошо с точки зрения ценовой вы сейчас втроем живете в каких условиях у нас дома же мой сначала апартаменты жили 955 месяц в месяц плюс газ и светом 1100 в месяц за какого плана апартаменты левенкром кухня ван апартаментов очень так приличные нет место относительно само в себе место приличное сам комплекс апартамент не очень там и запах марихуаны постоянно периодически и контингент такой не очень и самое интересное что как бы это грустно не было именно среди русскоязычный контингент был не очень некоторые нормально некоторые как бы и завистливы там только начали приехали первый день начали вещь машину вытаскивать вышел парень там русскоязычный начал с нами общаться потом услышал что мы приехали с московского супер то чего еще приехали чего там плохо живет что то есть такое вот отношение как бы завистливая неприятно странно да странных людей много да странных людей хорошо так а дом давайте про дом а потом мы жили нас полномерно тут выкуривали мексиканцы с марихуаны своей мы решили что так жить больше нельзя ребенка так растите в этом запахе нельзя причем запах это же не тот который там советском союзе там-то еще такой приятный запах жженой травы то есть я как бы сам неупотребленным запах всегда нравятся а здесь запах шкунса тут когда-то в свое время выращивали но генерировали вот этот вот сорт травы который воняет скунсом что под полиции прикрытие какое-то было потому что если где-то запах конопли сразу полиция начинает искать там кто где курит и накрывается курильщик как интересно вот они выводили этот сорт и в итоге вывели его сейчас марихуана регализована на приличие марихуана так никто не перешел на скунсом воняет то есть просто скунсом воняет как бы жить так нельзя и мы искали дом итоге нашли трехкомнатный дом 3 спальни или 3 комнаты 3 спальни living room большой кухня со столовой 3 бедромный дом до 3 бедром по размерам если ливенкрума скуку кухню взять но может чуть чуть меньше вашего у нас и как раз 3 спальни доме да вот именно ливенкрум чуть меньше вашего вместе с кухней так почем 1650 650 650 ну то есть все-таки на 500 долларов дороже да район получше похуже как район чуть хуже примерно такой же но в целом запах у них марихуаны нет достаточно прилично на улице все нравится парки далеко хотя рядом недалеко тоже гетто есть где там апартаменты где живут откуда там где-то там там ну там такого гетто образно не прям такой жесткой это трущобы как типа дать и такие недорогие апартаменты где контингент такой них не хотящий работать и всякое такое разве машины в этническом плане вот сакраменто я понимаю что ребята могут пойти там погуглить где-нибудь ну вот так на с точки зрения человека который там живет вот чего там больше вот там скажем латинос или там много афроамериканцев афроамериканцев вообще мало как бы латинос достаточно много но опять же смотря где смотреть если пойти в какой-нибудь недорогой магазин там негров очень много можно видеть допустим как макс фуд по-моему называется что-то такое там реально контингент не очень пойдешь в Walmart чуть-чуть приличный в таргет зайдешь так уже вообще белые люди интеллигенции практически ходят где-нибудь по мессисам полазишь тоже достаточно приятные люди ходят то есть где как смотря где ты хочешь находиться если ты идешь на детскую площадку в хорошем районе там в русских там антилопе там прям раньше кордова идешь там русские одни антилопы и раньше кордова это пригороды такие да это пригород мы сами живем в Сютрусхайце тоже пригород то есть это нормальное место в большом счету это весь вот этот вот большой сакраменто я имею ввиду не сам сам сакраменто я был может быть там раз в пять от сила но все трусхай это как бы достаточно известное русское место то есть там много наших отечественных достаточно в антилопе мне кажется побольше антилопе раньше кордова побольше вот еще раньше кордова очень известна в этом плане да да ну там кстати вот там преступность достаточно большая скажите к нам вот что с точки зрения приобретения недвижимости наверняка вы и так посматриваете скажем Вот такой дом, как вы живете, да? Три спальни, там, плюс все остальное хозяйство. Вот сколько стоит такой дом? Ну, 250-350 тысяч по разу. От района зависит, от состояния дома. У нас дом очень хорошо отремонтирован, свеженько. Хорошо, если дом, то, что называется entry-level дом, такой, когда люди жмутся там и так далее, но вот они хотят все-таки дом, вот за какую сумму можно купить дом с тремя спальними? В простеньком районе за 200 тысяч можно купить. В простеньком районе, где и школы похуже, да, где может быть контингент не особо, латинцев, но там за 200 можно купить. Я, к примеру, целюсь где-нибудь 300-500. Какой-нибудь false может быть. С одной стороны. С другой стороны мысль такая, что целиться где-нибудь 250-300 в простеньком районе, где преступность небольшая, может быть, школа не хорошая, а ребенка возить в школу в платную, в частную школу хорошую. То есть лучше деньги платить за недвижимость, потому что она потом растет в цене, чем за школу, потому что школа в цене не растет. Да, тоже верно. То есть многие специально платят дороже, там, где школа лучше, чтобы не платить за школу, да. Ну, в общем, пока не знаю, к чему стремиться. Ну, это маленький сколько, два с половиной года или школы. А у вас нет такого ощущения, что может вы переедете куда? Ну, есть, конечно. Но ощущения постоянно присутствуют. Постоянно пока еще тоже надо поставить эти точки над «и». Разобраться, где все-таки мы хотим жить. То ли, скорее всего, все-таки это будет Калифорния, потому что я по работе езжу по разным штатам. И многое что видывал. В Сиэтле, к примеру, там дожди круглые суточные идут. Вот сегодня, зимой, по крайней мере. Просто не останавливаясь в моросе дождь. Бывает такое, заряжается сильно. Вот недавно приехал из Сиэтла. Портланд летом замечательное место. Зимой сейчас тоже, сколько там был, месяц провел в Портланде, тоже дождь не переставая шел. Вот, поэтому, с одной стороны, хотелось бы куда-то приехать там, где подешевле, попроще, может быть, двигаться. Но понимаешь, что климат все-таки это важнее. А не жарко там, в Сокровенции? Ну, полтора месяца в году жарко. А вот с точки зрения, вы сказали, где-то там подешевле хочется, но разве Портланд и Сиэтл дешевле? Вот сам Портланд и Сиэтл не очень дешевле. Если, например, чуть подальше от них отъехать, там уже, конечно, действительно подешевле. А в Портланд, по крайней мере, Сиэтл я не сравнивал точно, а вокруг Портланд и Ванкувер смотрел. Примерно сакраменцевские цены. То есть, поближе к центру оно примерно сакраменцевские. Хочешь подешевле, надо отъезжать дальше, что уже как бы неудобно для житья. А скажем, Ванкувер и Вашингтон, там уже такие же цены, как у вас? Ванкувер вообще не рассматривал, там дождливо. Нам в Московской области хватило, сколько там, полутора месяца солнца, поэтому... Где? В Московской области. Вы что? Были года такие. Мы в 13-м году женились, и у нас июль был солнечный. Единственный месяц в году был солнечный июль. И наш день свадьбы в августе тоже был солнечный. А все остальное просто дожди моросили. Ну, мне кажется, если только не изменение климата, то это очень нетипично. Я помню, я все-таки вырос там. Бывали жарки сегодня. Обычно лето такое, что, ну, скажем, там дождик там, потом... Ну, на неделе там, допустим, один день дождливый, другой день там чуть покапало, потом две недели вообще солнечно. Бывало такое иногда, то есть не всегда, но в целом, если вот не самый крайний момент брать, ну, пускай три месяца хорошая погода. Три месяца хорошая погода, остальное все относительно пасмурно, непонятно как, а потом еще из этих остальных всех там шесть месяцев снега, из ляготи и грязи. То есть, вам нравится вот так? Нам нравится солнышко. Солнышко, голубое небо. Это у вас как бы такой, Узбекистан такой? Типа того, ну, полтора месяца жары перетерпеть намного проще, тем более дома кондиционер, в машине кондиционер. На улице мы выходили летом в теннис играть, после шести вечера, когда солнце садится и на улице прохладно становится. Слушайте, а вот с точки зрения, знаете, вот я когда с людьми разговариваю, там, которые где-нибудь во Флориде, в Техасе там и так далее, и вдруг между делом там каких-то разговоров, вдруг вылезает, что-то сказать. Скажем, вечером пойти посидеть там в бэк-ярд и там чайку попить, они не могут, потому что там летает дрянь всякая? Ну, у нас никто не летает, комары редко встречаются, очень редко. То есть, даже комаров нет? Крайне редко. Ну, маму у нас допекают, ее постоянно кто-то кусает, то есть, она не знает кто это, но постоянно кто-то кусает, ее напрягает. Я вообще не ощущаю никого. А в подмосковье, что там были комарики, да? Да, летом, да. Машка была, где-то в августе, по-моему, не помню. Машка? Да, вот были там скверики такие с кустиками, вот в этих кустиках очень много машки жило. Как интересно. Вот так в основном, да, комары. Да, я машку это только, видите, за полярным кругом. В Волгограде, по-моему, машки сейчас гоняют к чемпионату мира по футболу. Что-то там воздействует как-то на природу, что-то я не могу. Кошмар. Ну что же, хорошо, ладно. Значит, с точки зрения ассортимента работ, которые там есть. Особенно, знаете, какой меня интересует аспект? Особенно, если человек пока еще не получил это решение на работу. Вот есть какая-то работа, кроме стройки? Я понимаю, стройка, да, кроме стройки что-то есть? Может быть, какие-нибудь клининг компании по уборке. Да и для женщин больше. Некоторые ребята, я видел, занимаются вместе с женами, ходят, работают. Их хоть не напрягает. А так, кроме стройки, да я встаниваюсь там, где кэш. Обычно, где кэш, там работа. Может быть, какие-нибудь рестораны, бизнес. Работа без разрешения. А чем стройка платна? Очень дорого. Ну, есть люди, которые не могут, у них что-нибудь болит. Или он там, я не знаю. Мне кажется, у всех все болит. После двадцати начинает у всех все болеть. И к тридцати, так там, в России какой-то там процент бешеный, без грыжи, межпозвоночной после этого тридцати лет. Какой-то более пятидесяти процентов. Но это может быть не прям такая грыжа, что человек уже ходить не может. Но вот она уже начинается. А разве грыжу нельзя прооперировать? Это очень дорого в России. У меня грыжа межпозвоночная. Ну, подождите. А что значит дорого, если медицина бесплатная как-то? Бесплатная медицина – это зеленка, йод, подорожник. Подорожник, может быть, еще и привлечен, он скоро будет. А в России говорят, у вас прекрасная бесплатная медицина. Сыну сделали операцию совершенно бесплатно. Какие-то есть типовые операции, там, не знаю, аппендициты, обрезания, наверное, и все. Как-то так. А вырезать можно тоже? Ну, я там бесплатно, да. Какие-то такие вот, ну, как продавку, там, может быть, вырезать и то, как вырезать. Аппендицит? Аппендицит, бесплатная операция. Окей, хорошо. Ну, она же простая, потому что рука намотана нормального человека. Если опытный хирург, она элементарная операция. По крайней мере, как мне хирурги рассказывали, сам-то я не опытен в этом деле. Вот. Но если что-то более серьезное, к примеру, со зрением. Зрение – это все платное. Все вот эти лазерные новые операции. Откуда берутся страховки у людей, кроме работы? А страховки бесплатные. Вот кроме страховки на бесплатной медицине нет ничего. Бесплатная страховка без работы, по крайней мере, когда я там была. То есть человек безработный, у него бесплатная медстраховка. А работаешь уже купи. Тоже бесплатная. Но смотри какая. Обычная, стандартная, государственная, бесплатная. Были у нас организации с нефтью связанные. Там у людей были страховки такие, что там действительно… Я не знаю, сколько она стоила, сколько там… Люди, наверное, ничего не платили. Все-таки от организации она была. Но она была действительно дорога, когда люди ездили из нашего районного центра в Москву на серьезные операции. И на серьезные обследования ездили. Для них все это было бесплатно. То есть там были деньги? Да. В той страховке, которая бесплатная была, или я, например, был индивидуальным предпринимателем, у меня она была такая же бесплатная, как у всех, по сути. Я не платил, мне никто не предлагал. Может быть, если бы я хотел… И нельзя было проверивать? Нет, конечно. МРТ и съездить в соседний район, в поликлинику, в больницу на МРТ, это стоило денег. А население, вот люди, которые живут, они говорят, нормально? Или они говорят, что-то не то? Или говорят, что ВССР было лучше? Да, у всех нормально все. Для многих ВССР было лучше. Для многих сегодня все нормально. Люди разные. Например, когда я уезжал, у всех было вообще все хорошо, все удивлялись, что я уезжал. И все считали, что я вернусь в ближайший месяц. Что-то изменилось за этот год? Ничего. Ну хоть и сейчас все хорошо? Вот я сейчас созваниваюсь, мне признаются люди, что мы думали, что ты вернешь, вот у тебя все получилось. Мы, конечно, удивлены. Они, конечно, удивлены, но в целом они не поменялись, потому что это надо менять на более серьезный уровень, надо телевизор отключать, чтобы что-то поменялось. Ну, то есть, а у них это все нормально? Я телевизор отключил за лет 7-8 до отъезда. Нет, ну подождите. То есть телевизор выясняет все нормально, а так, допустим, скажем, ему нужна операция, он не может сделать, и он не понимает, что это не нормально? Не понимает. Ну, значит так. Он другого не видел. Он другого не видел. Это примерно то же самое, что, я не знаю, воспитание в каких-либо там племенах в океане, на островах. Они вот выросли в этом. Они не знают, что такое Иисус Христос хоть не волнует, для них свое. Они не знают, что такое там какая-либо другая цивилизация, кроме их цивилизации. И для них это абсолютно чуждо. И если им это скажешь, они покроют пальцем у виска, скажешь, что, драк что ли? Я понял. Я понял. В той парадигме, в которой они живут, у них все хорошо, потому что в той парадигме плохо только за рубежом. Да. И даже те вещи, которые я, приехав сюда, рассказывал про Америку, то, что элементарно приходишь в парк, там детские площадки отличного качества. Теннисные корты, футбольные поля, баскетбольные площадки. Все бесплатно, все в доступе. Например, несколько лет назад, когда я там жил еще, у нас после лесных пожаров начали, то ли, я не знаю, зачем это было сделано, но в итоге запретили костры жить везде. И штаб пять тысяч. То ли это просто бабло с населением срубить, то ли еще зачем-то. Нигде нельзя было костры жить. Ни в лесопарковой зоне, ни при речке, нигде. Мы всегда ходили там в поход. В костерчик, все дела. И было запрещено. Здесь же в каждом парке есть мангалы. То есть, если захотел пожарить там нюансы, в любой парк в шаговой доступности пошел и пожарил. Я людям это объясняю, они не верят в это. Они думают, что их обманывали. Может быть, где-то в одном месте я это вот так нашел, и на всю страну как бы распространяю. Но поверьте, на всей стране примерно одинаковые стандарты. Они не верят. Они не верят. Я же когда, перед тем как уехать сюда, я два года смотрел блогеров, и многим людям как бы рассказывал то, что я блогеров видел. Все считали, что блогеры меня обманывают. Вот так вот. У вас специфический круг общения был, я вам скажу. Все-таки такие фомы не верующие. Были некоторые сомневающиеся, но крайне слабо. Ну, я вам скажу такую вещь. Они там нужны. А вы уже, слава богу, тут. Ну, чего. Давайте мы, знаете что, давайте мы дадим возможность вашему семейству помахать ручкой нашему зрителю. Да? Вот. И... Иди сюда. Иди сюда. Летей. Иди сюда. Так. Вот они, вот они. А ты оба давайте. Давайте оба в кадр. Садись. Так. Вот у нас тут и мама. Алеш, скажи, тебе в Америке нравится? Да. Нравится? А, но он помнит что-то, что раньше было? Вряд ли. Может быть, нет. Он помнит, когда мы с Европы приехали в Россию. Незадолго до отъезда в Америку. Он очень был в ужасе от людей, которые там окружали его после Европы. Он так привык за месяц по гулянию по Европе к улыбающимся, радостным, счастливым людям, которые с ним тискались, улыбались, лавочка махали. И приехав в Россию... Конечно, он такой сладкий. Приехал в Россию, он был немножко в шоке в этом. И вот это, наверное, он помнит. Потому что такой стресс у него был. А здесь опять все улыбаются. Берем маму, Александру. Значит, Александра, как вообще жизнь? Жить можно? Отлично. Нам все очень нравится. Нам нравится. Нам нравится климат. Нам нравятся люди. Потому что в большей степени все-таки мы встречаем отзывчивых людей. Мне нравится то, что, не зная языка, приходишь... в любой магазин, в банк. И люди, когда видят, что ты иммигрант, не знаешь языка, они очень приветливые, они пытаются тебе жестами как-то показать, что тебе нужно. То есть, нет такого, что... Ты что в этой стране делаешь, не зная языка? Нам это не нравится. Они, наоборот, когда видят чек-проблемы, они бегут и помогают. Это еще ладно. Она говорит со стороны клиента, который приходит и деньги платит, ему идут навстречу. Я могу сказать со стороны не клиента, а оказывателей услуг. То есть, мне... Ну, я когда работаю, я с другой стороны нахожусь, и те люди, с которыми я сталкиваюсь по работе, они мне получают платить деньги, и они видят то, что я не знаю языка, идут мне навстречу. Я такого просто даже представить себе не мог, когда не ставит никто палки в колеса. Не знаешь язык, там что-то пытаясь объяснить, такие ицуки, ицуки, начинают на жестах как-то пытаться все это объяснить, и мы приходим к какому-то общему единому знаменателю, и все друг друга понимают, у всех все... Да, они привычные, вы же не первые такие, да. Американно. Это нормально. Ну да, но одно дело, когда мы клиенты, действительно, Леша, правильно сказал, мы приносим деньги, соответственно, нас должны терпеть. Но я хожу в школу, учу язык, и вот у меня одноклассник, который занимается, ну тоже ремонтом. Лешенька, посиди спокойно чуть-чуть, пожалуйста. Русскоязычный? Мы с английскими вот так же не очень все хорошо, и наш учитель говорит, там, чем занимаешься? Он говорит, ну вот, устанавливаю окна, там, что-то, замки меняю, там. И учитель говорит, ну, а как ты объясняешься? Он говорит, нормально, язык жестов никто не отменял. То есть клиенты, да, действительно, очень неплохо реагируют, и главное, что работа выполнена хорошо, достойно, качественно. Вот это самое для них главное. Какого уровня у вас английские вас там замеряли как-нибудь? Ну, мы разговариваем, там, когда… Ну, вы beginners, там, intermediate, как-то вас измеряют? Нет, нам так уровень не ставят. То есть в школу, в которую я хожу, в платную Линдскул, в Сакраменто она очень популярная. И я хочу сказать, что очень, да, это не обычный adult school. Приходишь, пишешь тест. Ну, там, вообще, вот тест элементарный у меня, с грамматикой это все хорошо. С тобой пытаются поговорить чуть-чуть. Поговорил, и уже определяют на какой уровень. Всего четыре, меня определили на второй, сказали, попробуй на третий, если потянешь. На третий… Ну, второй это… Вас определили на второй. Второй это самый первый? Или все-таки есть первый, потом второй? Нет, есть первый. Ага. Есть первый, там, где с самого нуля… Алешенька, иди сюда, пожалуйста. Может, его не хочешь? Ага. Нет, нет, не что. А второй это, ну, чуть-чуть уже повыше, третий еще выше. Третий это уже уровень, там, present profit, время, вот такое четвертое. Да, выпендриваются. Ну, вот. Ну, третий я закончила, сейчас на четвертом. То есть, у нас много разговорного, прям заставляют нас говорить, хочешь не хочешь, а что-нибудь сказать нужно. А это, тем самым, ну, тоже практика. А чем вы хотели бы заниматься? Вот, представьте, у вас уже грим-карта в руках, и весь мир открытый. Английский вы уже подхватили, что вы будете делать? Или, может, там еще одного Алексея? Ну, тут первая очередь. Я бы в тестеры пошел, пусть меня научат. У нас, да, папа работает, нас кормит, и, соответственно, он работает ночами, дома не бывает практически. На хлеб с маслом-то есть у вас? Есть. На хлеб с маслом, слава богу, хватает. Немножко на только хватает. Да. Хорошо, хорошо. Папе неплохо было бы тоже заняться изучением языка. Соответственно, на мамины хрупкие плечи перекладывается и хлеб, и масло. Сейчас переложим на корпус и масло. Ну что же, ладно, вы как бы к тем людям, может быть, я хочу вас адресовать, чтобы вы сказали им что-то, которые вот на той стороне лучья, и они переживают, и они волнуются, как я буду, а вот как бы не пропадем ли мы там, или вообще вот как вот с этим? Я хочу сказать, что если у человека есть желание, он не пропадет. Тут очень много возможностей, и если люди хотят работать и зарабатывать, они заработают, они будут работать, им на все хватит, они будут достойны здесь жить. Мы своим друзьям говорим, которые тоже давно вроде хотят, но также боятся. Во-первых, конечно, когда никого нет, в какой-то степени чуть-чуть сложновато, но это сложновато, наверное, в голове, потому что думаешь, вот ты едешь, ну куда. Ну, на самом деле, если в фасовке посмотреть на вещи, даже те люди, которые вас там окружают, вы думаете, что они вокруг вас есть, их нет. Нет никого вокруг вообще, кроме тех, кто может просто посоветовать что-либо, и все. А никто нигде вас не в России там за руку не поведет. Допустим, вот в России вы сейчас живете, что-то с вами случилось, к примеру, не будем говорить про несчастье, какие-то просто работу уволят. Ведь никто вас не отведет за руку, никакой друг, никакой сват, брат. Ну, может быть, куда-то отведут, а куда отведут? На какую-нибудь нищенскую зарплату? Если вы хотите хорошо, достойно жить, никто кроме вас этого не сделает. Ну, никто абсолютно. Ну, грубо говоря, так, что вы, конечно, тут особо никому не нужны, но вы и там особо никому не нужны. Там еще больше никому не нужны. Да. Поэтому, если хочешь двигаться и расти, здесь это проще, чем в России, намного. Окей. Ну что же, хорошо. Ладно. Давайте, я чувствую, уже ребенок требует родителей, как бьется головой об стекло. Так и не сильно, но... Лешенька. Вы слышите звук. Это звук головы, бьющейся об стекло. Вот. Мы не будем младенца больше огорчать. Вот. Ребята, спасибо вам за то, что вы, значит, приехали, рассказали. Я думаю, приободрили там кого-то из тех, кого нужно было приободрить. Вот. И давайте мы так рукой помашемся и скажем пока. Счастливо. Удачи. 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 Удачи.